Рак прямой кишки Смертность от рака прямой кишки Среди всех локачественных образований Составила 5,6%, что занимает 6 место В рейдинге на образовании локачественных И для лечения больных Рак прямой кишки Вследствие их анатомического расположения Достаточно сложного Наиболее сложное лечение Среди этой группы больных У пациентов местно распространенным Раком прямой кишки Число которых составляет 40% Среди всех Среди всех пациентов Раком прямой кишки И требуется работа целой команды специалистов Онкологов различного профиля Чтобы решить проблему Достаточно на высоком уровне Комплексное лечение этой группы пациентов Золотым стандартом Лечение больных местно распространенным Раком прямой кишки По ЭЦСИИН и по данным онкологов Ассоциаций онкологов России В настоящее время Это проведение курса лучевой терапии В комбинации с торпи и мединами В общем курс лучевой терапии Пролонгированный Мелкофракционный В разовой дозе 1,8-2 грей 44 грей На зону регионарном Этестазировании И 50-54 на первичную опухоль А при наличии Современного радиотерапевтического оборудования И до 58 грей Тенденции Современной радиационной онкологии И является сокращением продолжительности курса Дистанционной лучевой терапии А вот в связи с тем Что сейчас в мире господствует ковид Эта тенденция стала Настолько явной Настолько явной Что просто требуется Требуется сокращение Длительности курса лучевой терапии И в онкологическом научном центре Блохина Предложена новая методика лучевой терапии В пролонгированном курсе На диванте мелочевой терапии В гипофрикционный курс В разовой дозе 4 грей Три фракции в неделю Суммарная доза 32 грей На регионарные лимфатические узлы И 40 грей На первичную опухоль Метастатически пораженные Лимфатические узлы Что при биологическом эффекте Соответствует таковому При мелкофрикционной Пролонгированной лучевой терапии И в цели представляемого сегодня исследования Является сравнение этих двух курсов Курсы представленного Гипофрикционного лучевого лечения И стандартного мелкофрикционного Пролонгированного лечения У больных, получающих Неодеванную химио-лучевую терапию У больных по местно распространенным Раком прямой кишки Как с онкологических позиций Так и С точки Токсичности или экономически Более оправданной методики В исследовании 150 больных Из которых 71 Получали Гипофрикционную лучевую терапию В комбинации с капитостабином По 1650 миллиграмм В два приема в сутки И И 79 Пациентов стандартный Курс пролонгированной Химио-лучевой терапии С мелкофрикционным Стандартным курсом лучевой терапии Сравниваем Мы видим, что как В контроле, так и В основной группе больных В основной группе больных Это больные с гипофрикционной лучевой терапии Число Больше 90% больных Был с локализацией В среднем и нижнем Амбулярном отделе Пациенты в этих группах Не различались По поводу Возрасту Распространенности Процесса Стадии заболевания И локализации Опухоли Результаты Представленного МРТ Это одно из Самое необходимое Исследование Выполняемое Перед проведением Этих курсов У пациентов Оказывается, что Более чем У 60% Пациентов Основной контрольной группы Опухоль была Протяженностью Более 5 сантиметров У более чем У 90% Пациентов Положительной Латеральной Края Резекции Больше чем У третьих пациентов В каждой группе Опухоль Фильтрировала И вырастала В органы И структуры Я В стадии Т4Б По Махологической Структуре Это Это АДН Пациенты Это были Аденокарциномы Причем Больше Половины Пациентов В каждой группе Умеренно Дифференцированы Аденокарциномы То есть Невинный Количественный Рак Срещался В единичных Случа Здесь План Схема Слева Гипофракционного Лучшего Лечения Справа Стандартного Мелкофракционного Мы видим Что Курс Гипофракционный Лучшего Так Длится 22 Дня А Стандартный Курс 38 Рабочих Дней Что На 22 Рабочих Дня Или Что На Две Недели Меньше Чем Гипофракционный Курс Оценивая пропускную Способность Одного Линейного Скорей День Оценивая пропускающего 50 пациентов Они Евгений Мы Мы Можем Видеть В наших Расчетах Что В течение Одного Года Курс Гипофракционного Лучшего терапия может закончить 810 пациентов, а стандартный курс только 470, и эксплуатация оборудования будет намного меньше обходиться при проведении гипофракционного курса, что очень важно сейчас не только в России, и значительно не очень нужна лучевая терапия. Большинство больных, 63% в основной группе, и 84% больных в контрольной группе получали курсы химиотерапии как до неодевандной химиотерапии, так и между неодевандной химиотерапией и оперативным вмешательством, но от 4 до 8 курсов они получали степень регрессии опухоли, оценивали используя скалу оценки степени регрессии опухоли при эмальте ТРГ, ТРГ-1 это тотальное замещение объема опухоли фиброзом, а ТРГ-2 замещение объема опухоли фиброзом больше чем 50% опухоли, а ТРГ-5 это ограниченное отсутствие регрессии опухоли. У больных с локализацией опухоли в нижнем ампулярном отделе важными показателями является уменьшение расстояния между дистальной границей опухоли и анокутальной линией и уменьшение протяженности опухоли, что скажется в значительной степени на возможности выполнить сфинкоразберегающую операцию у этих пациентов. И вот мы видим, что расстояние между дистальной границей опухоли и анокутальной линией уменьшилось в обеих группах чуть больше чем на 8 мм, а протяженность опухоли в основной группе уменьшилась на 13 мм, что значительно больше, чем в контрольной группе, однако достоверно здесь не получено степени регрессии опухоли при патогистологическом исследовали подборку. И третья степень патоморфологического ответа отмечена у 22% пациентов, основной 19% контрольной группы, и четвертая степень или полный патоморфологический ответ, 18% глобальный, основной 15% контрольной группы, достоверность здесь не получена. Вот степень и степень выраженности лечебного патоморфоза у пациентов при опухолевой, при меньшей опухолевой вазе в стадии Т3 составила 58% по сравнению с 29% с опухолевой вазе Т4. Таким образом, в сравнении с опухолевой вазе, она коррелирует с более высокой частотой выраженности лечебного патоморфоза третьей и четвертой степени. И также видим, что степень дифференцировки опухоли G1-G2 по сравнению с дифференцировкой опухоли G3-4, а также коррелирует с более высокой частотой выраженного лечебного патоморфоза третьей и четвертой степени. У 70 пациентов больных основной группы и 60 пациентов контрольной группы при контрольной МРТ выявлено снижение клинических стадий, что позволяет оценить с положительной позиции эффект неодеванки в курсе химио-лучевой терапии. Как по частоте и степени тяжести ранней гематологической токсичности не отмечено различие больных основной и контрольной группы, а третьей степени тяжести гематологической на полу единицы пациентов отмечено также, как и нет различия частоте и степени тяжести ранних лучевых повреждений пациентов основной неконтрольной группы. Также третьей степени была определена у единичных пациентов, что можно для хорошего протекания этого курса неодеванки лучевой терапии. Технология лучевой терапии, а использовалась технология МРТ и МИВАТ, не повлияя на частоту развития степени тяжести, остерегематологической токсичности ранних лучевых поведений этих пациентов. Локальные рецидивы выявлены в среднем у 4% больных в контрольной основной группе пациентов. В основной группе пациентов в апреле-июле 28%, 28% у пациентов отдаленной метастазы в группе контроля у 34%. И однофакторный дисперсный анализ проведенных про этих пациентов показал, что факторами риска развития отдаленной метастазов является поражение лимфатических региональных узлов, большая глубина инвазии опухоли, более степень дифференцировки Ж3-Ж4 и степень лечебного подморфоза 1-2 по сравнению с 3-4 степенем. У этих пациентов нет различий в величине показателей трехлетней общей выживаемости, показателей трехлетней выживаемости без прогрессирования. Частота лучевых повреждений в обеих группах была около 8%. И результаты проведены, делая вывод, можно сказать, что они показали, как в основной, так как и в контрольной группе показатели общей трехлетней выживаемости, выживаемости без прогрессирования, числа развития локорегиональных рецидивов не различалась. А продолжительность пролонгирования курса лучевой терапии в основной группе, получающей гипофракционирование, на две недели оказалась гороче, чем у стандартного курса, то, конечно же, улучшает и переносимость лучевой терапии, и качество жизни, а также уменьшает эксплуатацию оборудования. По частоте и выраженности, по случевых осложнений ранних и поздних, по гематологической токсичности, результаты лечения в этих курсах не отличались, что можно сказать об одинаковом эффекте и негативных эффектах у этих двух сравнивать у больных. Спасибо. Спасибо. Спасибо.